Любители экстремального вождения вновь встретились на одной площадке. На этот раз в соревнованиях по автоманеврированию участвуют 40 гонщиков. Они сражаются за кубок главы городского округа Люберцы. В первом этапе автолюбители выполнили заезды по одной фигуре и показали свои первые результаты. В этот день стыка Томилина стал местом отрыва для любителей и профессионалов автоспорта. А все потому, что это одна из немногих площадок региона, где все по правилам и безопасно. Скоростное маневрирование – это официальная дисциплина, которая требует от водителей специальной подготовки и мастерства. Жажда скорости, выброс адреналина и невероятные эмоции. Соревнования по автоманеврированию вновь собрали на одной площадке всех любителей подрифтовать. На этот раз соперники сражаются за кубок главы. Свои умения в первом этапе показали 40 любителей экстремального вождения со всех уголков Подмосковья, столицы и даже Луганска. Смотря на то, как ловко входит в повороты эта тюнингованная пятерка, никогда не догадаешься, что ею управляет девушка. Автомобиль москвички Веры гораздо старше, чем ее владелица. Однако это ей совсем не помешало быстро и беспрепятственно выполнить задание. Эта машина изначально, ее собирали для команды, как тренировочную, то есть пилоты на ней тренировались. Ну вообще, он изначально уже, сама машина собиралась такая, там в Финляндии варили каркас, там где-то есть где написано. Всему этому Веру научил отец. Павел Михайлов и сам до сих пор с удовольствием и рвением участвует в соревнованиях. Вместе с дочкой они неоднократно показывали свои способности на всероссийских состязаниях. Современная молодежь, я считаю, что они должны за рулем сидеть, то есть это как бы однозначно, потому что технику должны знать. А если уже ты должен знать, то должны ее знать в совершенстве. Поэтому, чтобы она, во-первых, и ездить умела, и плюс она же еще сама в ней копается. То есть она может поменять колесо свободно, найти какую-то неисправность мелкую. В соревнованиях могли поучаствовать все желающие. Члены жюри оценивали качество и время выполнения фигуры на трассе, которая держалась от участников в секрете. Михаил Киселев, хоть и не профессионал в автоспорте, но все же уже имеет десяток кубков. И даже машину себе подбирал, чтобы не подвела на подобных состязаниях. Скоростное маневрирование, они помогают больше внимательности на дороге, любому водителю, независимо, кто за рулем. И это самое главное, считаю, в правилах повседневной езды по улицам. Соревнования по скоростному автоманеврированию на Истыка Томилина проводятся уже пять лет. Разные мероприятия здесь проходят до десяти раз в год. Однако состязания на кубок главы городского округа – главное событие для автопилотов. Все соревнования у нас регистрируются в спорткомитете города Люберцы и Федерации автоспорта Московской области. Все соревнования направлены на то, что совершенствуется вождение автомобиля. Вот здесь как раз и можно поучаствовать в этих соревнованиях и именно повысить свое мастерство. Нужно отметить, что по итогам состязаний некоторые водители смогут получить профессиональные разряды по автоспорту. Вторая часть соревнований состоится 20 января. По результатам двух этапов будут определены призеры в нескольких категориях и обладатель главного приза – Кубка главы городского округа Люберцы. Анна Троян, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.